Накануне моего ухода на пенсию у нас дома состоялся семейный совет. «Мать-то слышала?» – недовольно спросил отец. «Наш мальчик собирается уходить на пенсию». «Ну и что? Ему скоро 60 лет, и, по-моему, он уже достаточно взрослый, чтобы самому выбирать дорогу в жизни», – ответила мама. «А, по-моему, надо немного повременить», – вмешался в разговор дедушка. «Подождать надо, пока он встанет на ноги, окрепнет, обретет самостоятельность. На что он будет жить, если уйдет на пенсию? К тому бы у него того и гляди правнуки пойдут. Няньку и ту не взять, не на что будет». «Я с его правнуками сидеть не буду», – из глубокого кресла отозвалась бабушка. «У меня еще есть свои интересы». «А, по-моему, мы бы могли ему на первых порах помогать», – заступилась за меня мама, «пока у нее строится на полставки вахтером или сторожем». «Мой сын вахтер», – взмахнул руками отец, – «этого еще не хватало». «Да как я своим знакомым в глаза смотреть буду?» «Неужели для этого я давал ему техническое образование?» «Хорошо, я могу строиться лифтером», – сказал я. «Там как раз техническое образование требуется». «Еще лучше», – рассердился отец. «Разве об этом мечтали мы с тобой, мать, когда хотели иметь мальчика?» «Наконец, строки трудом устраивали в один из лучших вузов и распределяли как можно ближе к дому, чтобы всегда был рядом на случай, если понадобится наша помощь. И вот эта плата за всю нашу заботу? «А ведь когда-то по утрам мы всей семьей и так дружно собирались вот в этой комнате, вот за этим круглым столом, завтракали. Он сидел на отельм-стульчике, дул на ложку с горячей кашей, а мы все смотрели на него и мечтали, что он станет великим ученым или писателем. «В конце концов, папа», – впыхнул я, – «не всем учеными или писателями быть. Кому-то и работать надо». «Что он говорит, мать? Нет, вы слышали?» Уже не на шутку рассердился отец. «Кто тебе это сказал? Чьи это слова? Опять Тифанасия Кирилловича? Сколько раз тебе говорил, чтобы ты не дружил с ним?» «Больше чем уверена, что это его идея, чтобы наш внучек пошел на пенсию», – снова отозвалась из кресла бабушка. «Не с кем по утрам играть в домино?» «Не смейте трогать моих друзей», – закричал я топотом ногой. «А не то я сейчас уйду из дома навсегда». «Я тебе уйду», – погрозил пальцем отец. «Вот сейчас в угол поставлю, тогда научишь сейчас бабочкой разговаривать». «Совсем распустился молокосос, а то же туда же. Пенсию ему, видите, подавай». «А ремня тебе не надо?» «Почему вчера так поздно домой вернулся?» «А ну, признавайся, где был». «Где, где?» «На каток ходил», – схлепнул я. «Совсем ноги без спорта слабеть начали. Пока в очереди стоял коньки сдавать, вот и опоздал». «Не плачь, сынок», – погладила меня по голове мама. «Просто мы за тебя очень переживаем. Ты ведь у нас единственный. Мы всю жизнь тебя так любили, лелеяли. А шаг ты хочешь сделать серьезный, он большой продуманности требует. В жизни один раз на пенсию выходит. В наше время к этому шагу годами готовились, присматривались, взвешивали. Не то, что вы, нынешняя молодежь, раз-два и на пенсии». «А я и так уже все взвесил», – сказал я, втирая кулаком слезы. «У меня действительно правных намечается. Кто о нем заботиться будет? Родители его?» «Так ведь они сами еще ничего не умеют. А я все-таки английский знаю, музыке его обучить могу, рисованию. И потом, если бы я ушел с работы, вы бы снова могли по утрам собираться и завтракать не на кухне, а в этой комнате, все вместе, как в детстве. А маленький?» Уже более уступчиво спросил отец. «А маленький сидел бы вот на этом стульчике», – улыбнулся я. «Мы бы все смотрели, как он дует на кашу, и дружно мечтали о том, что со временем он станет великим ученым или писателем». На семейном совете воцарилась единогласная тишина.